Тысячи граждан из Кыргызстана теперь имеют возможность получить образование в Китае с последующим трудоустройством в Центральной Азии. Химическая инженерия, разведка и разработка полезных ископаемых, нефтеперерабатывающая технология – это не полный перечень специальностей, которым готова обучить наших соотечественников преподаватели Северо-Западного университета Сибэй города Сиань. Этот проект притворяет жизнь среднеазиатская энергетическая компания, владелец нефтеперерабатывающего завода «Джунда» в Кыргызстане. И это является подтверждением тесного взаимодействия инвесторов с местным населением. «Мы решили открыть завод в Кыргызстане, потому что это выгодное двустороннее сотрудничество. Создаются рабочие места, налоговые выплаты в бюджет. Но для того, чтобы завод эффективно функционировал, кроме финансовых вложений, необходимо иметь высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы решили обучить ваших граждан некоторым специальностям для работы на нефтеперерабатывающем заводе». Северо-западный университет Сибэй основан в 1902 году, расположен в историческом городе Сиань. По словам граждан Китая, этот город является началом Великого шелкового пути. В университете получает образование около 27 тысяч студентов, в том числе и из других стран мира. Гульзана Абыкеева в числе наших 87 соотечественников. Впервые приехала в Китай около месяца назад. В родном Кыргызстане она трудилась в лаборатории завода Джунда. Впереди еще 10 месяцев повышения квалификации, обретения новых навыков и знаний. «Я очень рада, что буду учиться и обучаться в этом университете. И в дальнейшем хочу стать квалифицированным сотрудником нашей компании и стать, можно сказать, гордостью моих родителей и гордостью нашей страны». Добрые пожелания, напутственные речи, концертная программа с участием иностранных студентов. Все эти мероприятия вызвали положительные эмоции у кыргызстанцев, которым предстоит жить и учиться вдалеке от родины. Но каждый из них мечтает вернуться домой и созидать во благо своей страны.